Ребята, как же мне херово. Как говорится, лучше бы я вчера умер. Это просто пипец. Митяй напоил. Как я вчера домой дошел, не знаю. Точнее, знаю, помню. Мне какой-то негр, где-то он меня подобрал, я не знаю, может там где-то, или в метро, я уже не помню, где-то он привязался, негр. Или я к нему сам обратился за помощью, как дойти. Показал карту, ехали мы с ним в метро, вышли из метро, он шел, спрашивал, как пройти к моей улице, где у меня гостиница. Подарил вот эту штучку африканскую. Довел у меня до гостиницы, я ему 10 евро дал. Проснулся, сходил на завтрак, еле-еле с трудом все, что-то запихнул, еще принес что-то сюда, в отель, но есть вообще не хочется. Сейчас пол 11, наверное, в 12 меня будут выселять. Если честно, выезжать не хочется вообще, я в раю, ребят. Если есть на земле рай, так это римский край. В Чехию возвращаться не хочется, как бы это не звучало пафосно. Я не хочу в Чехию возвращаться, это дыра, это дыра полная. Где я буду на тот момент, когда вы смотрите это видео, может быть, даже в России, потому что у меня уже все заебало, я хочу домой. И я хочу жить в Италии, а не в Чехии. Но жить не один, одному очень сложно. Ладно, короче, ребят, сейчас еще валяюсь чуть-чуть. Будем выдвигаться в сторону автовокзала, хотя у меня автобус 23 в 50, что ли, там что-то такое. Едем до Вероны, в 6 утра будем в Вероне, там пересадка двухчасовая и на Прагу. Завтра в 8 вечера должен быть в Праге примерно. В принципе, я уже собрался, искупался, собрал вещи в полдвенадцатого время, буду до последнего тянуть. Пока не выгонят, потому что мне еще 12 часов бродить по городу, по славному городу Риму. Но я уже, если честно, так набродился в первый день, когда сюда приехал с сумкой, сейчас ее опять таскать. Она стала только на килограмм легче, минус две бутылки алкоголя, подаренные Митьке. Все остальное то же самое, поэтому сумка очень тяжелая. Ой, сейчас представлены плечи, синяки здесь на плечах. Все, ладно, телефон заряжаю до победного, до последнего. Камера вроде заряжена или заряжена. Снимать, наверное, много не буду, но что-нибудь еще в любом случае поснимаю. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь, обратный путь домой, в Прагу начинается. На алкоголь даже смотреть не могу, кококолки, сейчас еще одну баночку выпью, которую все до сих пор. Да будем уже выходить, пора уже. Оставил небольшой автограф на память отелю, лайк. Какие тут девочки красивые, ух, пардон. Вот, ребят, отель до Витория, рекомендую. Хорошая трехзвездочная гостишка. Найдите в интернете, где она находится, недалеко от Ватикана. Спасибо этому дому, мы пошли на вокзал. Короче, что-то я это, оказывается, паспорт у них был, только что выдали. Сейчас бы, уехал бы без паспорта, что-то я вообще про него и не подумал. Дали какие-то бумажки. Короче, 104 евро стоила эта сама гостиница, плюс еще взяли 20 евро за туристический сбор как-то. Ну, вы поняли, да, за туристический. Еще 20 евро взяли. То есть, у меня сейчас осталось 25 евро. Ну, я думаю, а что, нормально сегодня. Есть сильно не буду, пить много не буду, даже вообще не буду пить алкоголь. Поэтому 25 евро на полдня хватит. Короче, я приехал уже на станцию метро, называется Трибунтино. Бас такси, бас. Короче, мне надо пойти к автобусам. Не знаю, может, в камере хранения сумку оставить и пойти еще где-нибудь погулять. Просто жара такая сидеть, я не знаю, с ума сойду. Полдня еще здесь торчать. Водичку купил, 1 евро стоит в холоднике. Да, ребята, к сожалению, рано или поздно всему приходит конец. Вот и моим римским каникулам остались считанные часы. Пришел я уже в этот вокзал. Там, кстати, за вот этим зданием стоит желтый автобус. Чешский, радиоджет. Сейчас пойду посмотрю, точно убежусь вон или не вон. Ну, то есть на Прагу идет или не на Прагу. Я вообще не пожалел ни капельки, что приехал. Не пожалел ни капельки, что потратил. Ну, в принципе, не очень много денег. 3 400 крон. Это чуть больше, где-то 150 евро, наверное, на билеты. Да, обратно. Вот он стоит, радиоджет. Сейчас пойду посмотрю, куда он идет. Можно было сейчас бы взять билетик, да, и поехать до Праги, раньше вернуться. Если бы можно сдать билет в этот самый кликсбокс, он зелененький, и купить сюда билет, то да, можно было бы так вот сделать. Сейчас посмотрю, куда он идет. Ну да, чешские номера. Наверное, на Прагу идет. Наполе, Барно. А, Наполе, Барно. Рома, Волония, Падова, Венеция, Аудины, Вен, Барно. Так вот, повторюсь, ни капельки не жалко потраченных денег. Получается, я потратил 3 400 крон. Это надо на дорогу. Брал с собой 120 евро. И 120 потратил, получается, на гостишку. То есть, 200, 250, где-то, ну блин, где-то под 400 евро все вместе мне вышло. Ни хера себе. Ну, опять же, не жалею ни капельки. И теперь у меня новая цель появилась в жизни. Забить хер на эту Чехию, на эту Прагу, на эти условия, в которых я живу. Короче, решил перекантоваться на железнодорожном вокзале. Здесь есть интернет халявный. Здесь вот такой вид открывается, сижу вот. Сейчас надо что-то взять, просто попить или поесть. Ой, правда, еще сидеть целых, сейчас 3 часа. Еще много сидеть. Но ничего. Зато здесь прохладненько, хорошо. И мухи не кусают. Вот и дошик чешский пригодился. Кипяточка попросил, все завариваю. Но все-таки не выдержала душа поэта. Взял баночку перроне. Наше здоровье. Поправиться надо. Короче, ребята. Сидел я на вокзале, сидел на железнодорожном. А он автобус, ну вот он за спиной у меня. Буквально там 300 метров пройти. Не выдержал. Во-первых, там жарко взгляд на, во-вторых, есть захотел. Нашел такой барчик, симпатичный. Главное Wi-Fi есть. Вот это 8 евро стоит. Пиво 3 евро. Ну так, конечно, немножко дороговато. Но пойдет. У меня осталось 15 евро наличные. Ну, вроде карты принимают. Придется карты расплачиваться. Все. Я ем. Здесь, наверное, буду пустить до закрытия бара или до управления автобусом. Если кто-то будет здесь в Риме, на автовокзале, так же, как и я, долго сидеть ждать автобус. Вот. Гастрономия, кафе, гейммин. Рекомендую. Здесь и Wi-Fi, и цены. Ну, скажем так, нормальные цены. Не сильно большие. Можно себе позволить, в принципе, даже я. Бомж, можно сказать. Нет, у меня-то не единственное. Короче, рекомендую. Вот прям напротив вокзал. Вот вокзал. Вот бар. До 11 они работают. Когда я сюда приехал, а я приехал в 12, то есть они уже были закрыты. Я сейчас себе еще одну порцию кое-чего заказал. Сейчас покажу. Ребятки, короче, заказал еще себе такую штучку. Это у нас, не знаю, что это, как это называется. Забыл, а это я не знаю. И котлета такая большая. 10 евро вот это стоит. 700 рублей херей. И стакан белого вина. Вот уже пиво просто не лезет. Вино 4 евро, по-моему. Ну, что делать? Это, можно сказать, прощальный ужин у меня с Италией. Потому что Вероне будет 2 часа. Не знаю, если там буду есть какой-нибудь бутерброд и все. Все. Уже полдесятого, уже скоро. Я уже устал ждать, если честно. Но сижу хорошо. Вот этот вот красавец. Сейчас через 10 минут везет нас в Верону. Это ровно 500 километров от Рима. В 6.55, по-моему, мы должны быть в Вероне. Там 2 часа. И другой автобус ведет на Прагу. Начало. Начало третьего. Я так толком еще и не поспал. Чуть-чуть прикерманул. Прикерманул и все. Что-то пока не спится. Первую паузу. Что-то они как-то быстро сделали. Остановились опять на таком автогриле. Ну, прикольные такие штучки. Там даже вплоть до душа есть. Надеюсь, поставим и поедем дальше. Так что, такие дела. Не есть, не пить не хочется. У меня еще 15 евро есть наличными. Едем. Ребята, без 15.7. Подъезжаем, похоже, к Вероне. Впереди Альпы виднеются. Видите, контур Альпы. Нас ждут Альпы. Иду на Альпы. Ребятушки, пожалуйста. Верона собственной персоны. Не знаю, 2 часа у меня есть. Вон там написано, вон, стадио. Можно, кстати, если в стадию недалеко сходить, пока за 2 часа к стадиону. Хоть отметиться на стадионе Вероны. Короче, ребята, пока иду в сторону стадиона. Не знаю, сколько идти. Дойду до него, не дойду. Сейчас прозвучит сенсационное заявление. Я долго думал, размочлял, соображал, не знаю, взвешивал все за и против. И одной из причин была то, что попал я в этот самый, в Италию. В Германию, в Италию. Посмотрел и понял, что Чехия – это дно Европы. Это такое дно. Это эти грязные, засявканные Чехии. Эти уебищные девочки некрасивые. Эти алкоголики и наркоманы. Эти украинцы повсюду свою мафию развели там, рабочую. Короче, я долго мучился, не знаю, не мучился. Прозвал и принял решение, что сегодня понедельник. Сегодня, по идее, я должен быть в Праге вечером. Завтра я должен выйти на работу. И завтра же я скажу своему, скажем так, работодателю из Украины, что я дорабатываю эту неделю. Можно будет получить свои законные тити-мити. И будем сваливать домой, в Россию. А я в Россию, домой. Ровно три месяца моих мучений прошло. Почему еще я хочу уехать? Потому что мне здесь грустно и одиноко. Вот если бы была бы со мной, не знаю, говорить, Виктория Александровна, или кто-нибудь еще. Короче, вторая половина сыпыла. Она поддерживающая меня во всем. И я ее, она меня, короче. Было бы намного легче. Я бы, возможно, такое бы решение не принял. Первое, что меня толкает домой, скажем так, это вот отсутствие второй половины поддержки. Второе, что меня толкает домой, это то, что я сейчас приеду туда, в Прагу, на новую, кстати, уже квартиру. Я вам еще, наверное, к этому моменту ее не снимал, не показывал. Не знаю, сделаю это или не сделаю. Это, короче, жить с мужиками. В большом количестве мужиков по одной квартире меня напрягает, если честно. Я так не привык. Это очень сильная зона комфорта нарушена. Выделили кровати на новой квартире. Мне досталась раскладушка какая-то убогая. Я на нее ложусь, она меня не выдерживает. И подо мной эти деревянные перегородки падают, ломаются. Я что только там не придумывал. Единственный выход сделал, что ножки в раскладушке сложил. И, получается, я, считайте, почти на полу сплю. Это первое. Квартира там хоть и новая, ее только-только сдали. Но она еще до конца не оборудована. То есть, когда я уезжал в день отъезда в римские каникулы, только подсоединили день на четвертый, на пятый, только подсоединили интернет. Ладно, плюсик, интернет есть. Не работает стиральная машина, не работала электрическая плитка. Тоже ее сделали в этот день. Квартира большая, но не до конца оборудована. Но это хер с ним. То, что жить с мужиками, это меня вообще никак не бодрит. Это вторая причина, что я хочу уехать. Я устал от такой жизни. Ну и третья, посмотрев на Италию, я понял, что Чехия – это днище. У меня были такие мысли. Вот, кстати, стадион к стадиону по драматичному. Тут недалеко, не больше километра от станции. У меня были такие мысли, ну, может, они еще остаются. Сделать то же самое, только уехать в Италию с рабочей визой. Но я на такое, если когда-нибудь соглашусь и пойду, то только со своей второй половинкой, которая будет полностью за и будет на одной волне со мной. А так, как говорится, хорошо там, где нас нет. Надо работать, можно работать, в принципе, и в России, и зарабатывать деньги, и приезжать. Уже от Чехии мне тошнит так, что я уже про нее даже думать не хочу. Если куда приезжать, это вот в Италию, может быть, во Францию, в Испанию. Там, где море, там, где тепло. Вот такое вот заявление. Когда вы смотрите это видео, оно, конечно, не скоро выйдет относительно этой минуты. Я уже, скорее всего, буду в России. Пока продолжаем экскурсию по стадиону Верона. Сейчас будем делать, попробовать, по крайней мере. Так, кстати, еще хотел добавить из наблюдений, или из сравнений, Италии и Чехии. Ну, во-первых, здесь очень, ну, может быть, и в Чехии приветливые. Ну, не знаю, здесь показались мне очень, очень приветливые люди, во-первых. Во-вторых, ну, отзывчивые, там где-то что-то спросишь, там подсказывают, помогают. В-третьих, очень красивые девушки. По крайней мере, лучше, чем в Чехии, там, одни уебища. Очень красивые парни, южные, как бы это не звучало с моей стороны. Ну, а поживете три месяца с мужиками в одной комнате, в одном доме. Ладно, я шучу. Очень красивая, очень красивая, скажем, это, архитектура. Конечно, в Праге тоже красивая, да, в Чехии. А здесь, в Италии, она такая, вот видите, какая-то такая угловатая, тоже своеобразная, красивая. Единственное, что в Риме мне не понравилось, но там очень грязно, как будто там вообще никогда не убирают. Ну, конечно, может быть, из-за того, что там очень много туристов, поэтому все так происходит. Здесь, кстати, Верония чистенько, поэтому это, наверное, просто Рим такой грязный. Ну, я же сказал, чехи, они конченые чехлы, конченые наркоманы, алкоголики. Здесь такого не было замечено. Я в Италию влюбился с первого взгляда. Как в свое время, конечно, я сделал в Прагу, влюбился в Прагу с первого взгляда. До этого не был никогда в Италии. Даже Барселона мне так не понравилась, как Рим. Очень красивый. Я не знаю, страна хорошая и еда очень вкусная. Такой выбор еды, такие полные магазины, всякие вкусности, которых у нас нет. Так что, вот такие вот дела. Вот он, стадион, короче, ребята. Но тут, походу, Курвасуд. Что такое Курвасуд? Не помню, где Курвасуд написано. Походу, здесь нас не ждут. Здесь все закрыто. Чик-чик, галочку поставили, чтобы были у нас из стадиона. Уже десятый час, автобус должен быть в девять. Автобуса нашего пока нет. Уже начинаю нервничать. И такой смешной вокзал в Вероне. Вообще ни о чем. Не вокзал. Просто какая-то полянка с травой, и автобус восстанавливается, и все. А здесь какая-то река протекает. Очень бурная, я не знаю, что за река. Надо будет потом посмотреть, интересно. Горная, наверное, с гор, потому что там горы уже начинаются. Ну, наконец, на целый час опоздал. Надеюсь, мы отыграем это время пути. Прага-Флорен. Пока ехал, такие события свершились. Короче, я уже и уволился. И меня уже из дома выгнали. Вот на такой кровати меня поселили. Кровать не работает. Вот эти штуки меня не выдерживают. Вот она сломана. Короче, мы ее разобрали. Я, получается, сплю на полу. Вот вам за это. Кубань живее всех живых. Ребятки, тсс. Теперь хожу по Праге. И оглядываюсь. Я уже в аэропорту. В Праге. Ну и жду этих охлядских, блядь, понторезов ебаных. Где вы, блядь? Боксеры, блядь. Обещали же меня найти, блядь.